Пришел новый станок. Наконец-то доехал. Прошли таможенную очистку. Скоро будем устанавливать. Станок точно такой же как и старый, но гораздо гораздо больше. Рабочее поле у него 1400 на 1100. Ну очень большой. Нужно как-то поместить его в мастерской. Все, настраиваем станок. Так вот он будет стоять. Места конечно мало, но деваться некуда. Основания у стола не было, поэтому сейчас будем варить Взяли трубу 50 на 50 и положим 4 штуки. Будет 4 таких трубы лежать и сверху лист фанеры двадцатка. Ну все, нагибалки основания прикрутили к раме. Теперь можно сверху лист фанеры. Сейчас мне нужно установить упоры по осям X и Y. Для того, чтобы их установить абсолютно точно, в соответствии с координатами станка, сделаю просто тонкой фрезой на фанере линию и установлю уже потом по этой линии. Иногда это приходится снимать, чтобы потом точно поставить на место, пусть эти линии будут прям на фанере. Ну все, вот. До optic scenes. Здесь очень важный дел. Взял, ну все, снашивайте. Здесь тоже, сggerический хлевый шьер и начнете переклад historicalov Systin Д tentа тentes. теперь мне нужно сделать отверстия под зажимы сделаю их шагом примерно где-то 100 миллиметров в принципе хватает чтобы зажимать но мне важно не попасть свереть буду насквозь поэтому важно не попасть вот в эти металлические металлическое основание поэтому сейчас нужно будет вымерять сейчас сделаю одно отверстие диаметром 20 миллиметров для того чтобы проверить насколько хорошо подходят у него зажимы слишком свободно нужно будет уменьшить видимо пришлось подбирать уменьшил и отверстие на 0,1 миллиметра то есть он входит достаточно плотно будет надежно фиксировать заготовки а теперь сделаю отверстие на площади метр на метр где возможно придется крепить большие детали пока фрезеровал столкнулся еще с одной проблемой оказалось что та часть примерно на 1 миллиметр выше чем чем это я не знаю чем с чем это связано возможно сварка не точно может быть трубы кривые сама фанера может быть разной толщины поэтому стол нужно калибровать поэтому сниму пол миллиметра в нижней части и она по всей по всей площади отфрезерую большой фрезой и поэтому стол относительно станка станка будет уже идеально откалиброван для этого буду использовать самую большую фрезу пазовую который у меня есть на 18 миллиметров ну вот собственно и все станок настроен стол откалиброван можно работать станок этот рекламный я обязан по соглашению с немцами его рекламировать размещать своих видео ссылки на этот станок и через пять лет он перейдет в мою собственность поэтому можно вытягивать масло и приклеить стикер вот так что будете теперь во многих видео любоваться на этот стикер но честно говоря такую технику рекламировать не стыдно но вот так что мы это было это было это было Продолжение следует...